Лето вступило в свои права и, казалось бы, череда бесконечных болезней у детей должна закончиться. Но опять ребенок жалуется на боль в горле, у него вновь сопли, чихание, а иногда может быть расстройство кишечника, боли в животе, да и много чего еще. Почему же летом дети болеют? Ведь, казалось бы, иммунитет должен окрепнуть. Многие, кстати, планируют летний отдых и поездки к морю. Как же не заболеть перед отъездом или в дороге, или же уже на курорте? Об этом поговорим сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, с нашими гостями. К нам сегодня пришла Инна Шадрина, заместитель главного врача Самарской городской больницы номер 7. по детству и родовспоможению. И Маргарита Шепель, мама, скольки летней? 12-летней дочери. А вот, кстати, что касается докторов, у вас лето более горячая пора или нет? Лето тоже горячая пора, только мы в летний период настраиваемся на другие, соответственно, заболевания. Другие какие-то заботы, обследования и оформления документов. Тоже, тоже, естественно, у нас не бывает уже ни горячих пор. Наступает лето. И лето все-таки чаще всего связывают так ассоциативно с болезнями грязных рук, с кишечными инфекциями, с какими-то отравлениями и так далее. И, в общем-то, расплата за какую-то, может быть, беспечность, она наступает достаточно быстро. Чем все-таки опасны кишечные инфекции и что с ними делать для того, чтобы не попасть в такую ситуацию ребенку? Ну, кишечные инфекции, вы вот правильно сказали, что это болезнь грязных рук. То есть это заболевание, которое мы, родители, доктора, должны предвосхитить. Его, это заболевание, лучше предупредить, легче предупредить, чем вылечить. Кишечные инфекции, это чаще всего связаны у нас с употреблением пищи, которую, ну, мы имеем в виду летний период, да? Пища, которая находилась на солнце, скоропочечные продукты и нечистая вода. Чаще всего. Вот. И что мы, чтобы это предупредить, мамы дома, мы, как врачи, когда приходят к нам детки в летний период перед отдыхом, мы им еще раз напоминаем, что нужно мыть руки, нужно употреблять в пищу только свежие продукты и пить только чистую воду. А уж если, так сказать, наступило это заболевание, если возникли признаки этого заболевания, да, то опасность в основном связана только с обезвоживанием. Вот, поэтому, ну вот, Рита, вот у вас были когда-нибудь какие-то летние отравления у ребенка? Конечно. У нас несколько лет назад было повальное отравление. Ну, это, наверное, просто связано с чем? Вы куда-то выезжали далеко и не могли? Да, выезжали далеко, вода была достаточно теплая, видимо, там то ли кишечная палочка в воде размножилась в большом количестве, то ли, может быть, мухи еще повлияли как-то. В общем, качество воды, видимо, оставляло желать лучшего, и поэтому у нас, ну, дети обошлись легко, потому что мы им укрепляли иммунитет. Ну, вот смотрите, если говорить, например, про лагерь, то понятно, что перед каждой едой есть воспитатели, есть вожатые, обязательно наверняка дети, скажем так, в приказном даже где-то и порядке помоют обязательно руки с мылом перед едой, да. Но дети бегают днем, где-то играют, с землей, с чем угодно. Мамы наверняка дадут с собой конфеты, печенье, что-то еще. То есть, ну, просто невозможно проконтролировать каждый раз ребенка, тем более детей много. Вот, и в связи с этим, вот с одной стороны сейчас, наверное, нас слушают родители, и кто-то скажет, ну, зачем вы нам говорите прописные истины? Все и так знают, что нужно мыть руки перед едой, нужно мыть фрукты перед тем, как их есть. Но мы же, собственно, и собрались для того, чтобы вот как раз в тот период, пока еще дети не уехали в лагерь, у родителей была возможность проинструктировать еще раз своих детей. Вот это лишнее, как вы считаете, Инна Лиревна? Нет, это далеко не лишнее. И, как показывает практика, что вне зависимости от возраста, будь то это совсем маленький ребеночек, трех-пятилетний, или это уже достаточно взрослый подросток, которому кажется, что все так замечательно и хорошо, наша обязанность родителей, врачей, это лишний раз сказать, лишний раз предупредить. Потому что где-то там отложится на подкорке, и в нужный момент это всплывет, и ребенок все-таки либо пойдет лишний раз вымать руки, либо не съест что-то ненужное. Все-таки крамотно и правильно, конечно же, в ситуациях с кишечными инфекциями обращаться к врачу, к специалисту, как минимум к медсестре. Но бывают же ситуации, ну вот нет, вот люди где-то далеко за городом, никуда не выехать, не доехать. Ну, крайние ситуации сейчас, давайте берем, да. И слово отравление, оно, в общем, не особо уж и пугает. Ну, съел что-то не то ребенок, ну, жидкий стул, ну, пройдет. Не призываю вас сейчас пропагандировать самолечение, но все-таки мы же договорились, что мы предусмотрим все варианты. Да, да, тогда давайте так, вот сначала обговорим, что признаками отравления, что может быть признаками отравления, да, для родителей. То есть это то, что у ребенка возникает спонтанная рвота более трех-пяти раз в сутки, да, и разжиженный стул, возможно, с патологическими примесями более трех раз в сутки. То есть когда, если вдруг что-то, вот вы видите, все хорошо, ребенок бегает, прыгает, но тем не менее он там за день три раза его вырвал, или, там, три раза он сходил в туалет достаточно жидко, да, то есть в этот момент родитель, мама, папа, он уже должен задуматься, что что-то не так. И уже в этот момент надо предпринимать превентивные профилактические меры. Что это может быть, да? Что это может быть? В первую очередь, это мы должны предотвратить обезвоживание организма. То есть и рвота, и жидкий стул являются как бы признаком потери жидкости из организма. Чтобы организм не обезвоживался, нужно его пополнять. Но пополнять надо грамотно. Что мы делаем? Мы должны давать любое питье. Это может быть просто вода, это может быть слабо заваренный чай, может быть с небольшим количеством сахара, это может быть, ну соки нет, однозначно это не соки, то есть это либо вода, либо чай, либо вода с лимоном. И пить мы должны давать дозированно, то есть мелкими порциями, мелкими дозами в течение всего дня. То есть что такое мелкая порция? Это практически столовая ложка каждые 15-20 минут. Один глоток, один глоток. То есть если вдруг ребенок там неоднократно рвет, не надо заставлять его там, чтобы он подбежал, выпьи вот стакан и иди. Если он выпьет тут же стакан, он его вам тут же через 5 минут вернет. Вот, поэтому это так у нас и называется, дробное, частое дробное питье. При этом нельзя давать есть. Лучше, конечно, чтобы соблюдалась водно-чайная пауза, так называемая. То есть мы не настаиваем, чтобы ребенок кушал, но если у него есть аппетит, то мы даем определенные продукты. То есть, соответственно, это не шашлыки, соответственно, это не что-то копченое. Это могут быть сухарики, галетки. Хорошо. То есть когда надо начинать беспокоиться серьезно и уже в любом случае выбираться к специалисту? Когда у ребенка рвота за сутки больше 3-5 раз, когда у него стул больше 3-5 раз, и он разжиженный с примесями, могут быть слизи, крови, зелени. И особенно надо обращать внимание на то, что у него начинает страдать самочувствие. То есть если он до этого у вас там бегал-прыгал, да, и все было хорошо, а теперь у него как бы рвота, но он сидит, лежит, у него появляются какие-то головные боли, боли в области живота, то тут уже, конечно, не надо ждать и не надо там отпаивать ребеночка водой, тут уже надо все-таки перебираться поближе к докторам. Температура возможна при таком состоянии? Конечно, да, возможно. Но это опять идет, будем мы расценивать, как нарастание симптоматики негативной. И поэтому, если опять-таки температура нарастает и плохо еще снижается, то это однозначно. Не стоит при этом давать понижающую температуру лекарства. Лучше полотенцем, может, мокрым каким-то укрыть. С температурной реакцией, как бы мы ее сразу снижать не нужно, но она должна быть контролируемая. То есть, если у вас ребенок поднялась резко температура до 38 градусов, и она ползет вверх, и ребенок вялый, ребенок отказывается от питья, от еды, это прямые показания для дачи жаропонижающих. Любых. Маргарита, я знаю, что вы с дочерью выезжаете каждый год на природу и длительно, да, правильно? Да, на целый месяц выезжаем, живем на острове. То есть, фактически, вне цивилизации, как-то так, наверное. Вообще, совершенно вне цивилизации, да. Скажите, пожалуйста, какие опасности за время, вот за этот ваш опыт туристический, случались? Какие были проблемы со здоровьем ребенка? Ну, у нас были порезы, у нас были ожоги, укусы насекомых, были осы, ну, и следствие, или аллергические реакции, зудящие укусы вот эти все, да. Потом, ну, и перегревы, конечно, тоже были, вот, легкие отравления тоже были. У нас обошлось без температуры, нор, вот, и жидкий слой. То есть, все, о чем мы здесь сейчас говорим, это вполне себе может случиться. Нормальная реакция организма. Порезы, вы сказали, это вот первое, что приходит в голову, когда думаешь о том, что летом дети где-то там играют, бегают, купаются и так далее. Вот давайте вооружимся против вот этих всех вещей, Налерия Ревна. Давайте. Если, ну, порезы, они бывают не только на острове, да, когда ребенок там около воды, это может быть, ну, любая банальная ситуация, там, загород, песочница, к сожалению, да, могут быть порезы. В первую очередь при порезе необходимо промыть рану. Можно смыть, конечно, и речной водой, самую первую, начальную, основную грязь. Но потом мы достаем из аптечки путешественника, которую собрали родители с собой, мы достаем обязательно любой антисептик водный. Чаще всего мы рекомендуем взять с собой 1% раствор хлоргексидина. И уже здесь мы небольшим количеством дозируемо обрабатываем ранку, смазываем вокруг ссадины, если она глубокая, если она прям поверхностная, обрабатываем зеленочкой, любым антисептиком с анилиновым красителем, да. Вокруг, но не внутрь. Если ранка глубокая, то обрабатываем поверхность вокруг, внутрь нет. Вот. А если поверхность, то захватываем еще и царапинку ссадину. И обязательно закрываем повязкой. Лейкопластырь с наличием там ватно-марлевого такой подушечки, которая предотвращает нам мокнуть ее. То есть вот как любят дети делать, облизал и побежал дальше. Такого лучше не делать. Да, иногда, к сожалению, не только дети, иногда родители могут тоже вот так полизать, сказать, что слюна стерильная, она все там победит. Как на собаке заживет, да? Нет, лучше, конечно, так не делать. Так, есть ли рана все-таки поглубже? Если рана поглубже, о чем мы с вами говорили, то в первую очередь, конечно же, нужно смыть основные загрязнения. Опять-таки, обработать хлоргексидином, 1% водным раствором. Здесь уже можно обрабатывать поверхность, не поврежденную вокруг, можно не обрабатывать. И обязательно, стянув края раны, закрепить это пластырем, чтобы не предвосхитить попадание туда любой другой инфекции, более глубокие слои кожи. И уже в дальнейшем обращаться к врачу, если эта рана требует, допустим, каких-то других вмешательств. Вот идеальный вариант, когда в компании все-таки есть врачи, я так понимаю, что без врача очень не выезжать на отдых. Хорошо. Маргарита еще, когда перечисляла, она сразу нам назвала ОС. ОС, да. То есть это прям какая-то серьезная ситуация была? Была очень, да, серьезная. Наших детей укусили раз по 10 каждого в разные места. Они разворошили осиное гнездо? Нет, просто они очень... Был такой год, когда очень много ОС вообще развелось по Самарской области. Это было не только у нас, это было вообще по всему, наверное, по Волжью. То есть детей ОС и покусали. Тогда еще по телевизору говорили, да, что очень много ОС. Ну, кроме боли, понятно, что было больно. Взрослых кусали. Ну, кусали в разные места совершенно, даже бывало в язык. Потому что ОС же очень падки на сладкое. Что-то сладкое увидели, ребенок опять же что-то выпил, это сладкое вместе со сой. Бывало и такое. Какая опасность, Инна Лиревна, вот в укусах осиных, в частности, пчелиных? Ну, в укусах ОС, пчел, шершни, да. И даже некоторых комаров, да. Это опасность самая большая, что может возникнуть немедленная аллергическая реакция. То есть все укусы являются аллергичными. И вот это вот почесывание волдыри от комаров, от мух, это является проявлением аллергической реакции. Но зачастую они чаще всего все-таки, они замедленного типа. То есть они нарастают постепенно. А вот ОС, пчелы, шершни у людей с повышенным аллергичным фоном могут вызвать немедленные аллергические реакции. Что такое? Это чаще всего крапивница острая или отек к венке, что самое, так скажем, страшное. Вот поэтому люди, которые знают, что у них предрасположенность к аллергическим заболеваниям. Если они когда-то там в жизни их кусали пчелы, они знают, что у них идет немедленная аллергическая реакция, идет отек, нарастает быстро. Они должны особенно подготовиться к лету, к выезду на природу. Каким образом? Обязательно у них должны с собой быть противоаллергические препараты. Лучше, ну, супрастин, пипальфен, тавигил, да. И если уже это человек, имеющий опыт возникновения отека, то это, конечно, более серьезные препараты, инъекционные. Маргарита, наверняка живете все лето. Лето у нас, как правило, в Самаре жаркое. Надеюсь, что нынче не подведет. Вот, в частности, ваша дочь. Она все время у вас бегает в головном уборе или нет? Как вы защищаетесь от перегрева? Головные уборы сразу начинают тонуть и ветра уносится. Поэтому бегает она без головного убора. Вот, к моему ужасу. Но так как она сидит в воде очень долго, редко у нас какие-то вот связанные с тепловым ударом что-то было. Но я бы не сказала, что как таковой было. Но у приезжих неподготовленных людей, кто приезжал к нам в гости, такое случалось. Насколько опасен вот перегрев? И все-таки стоит ли к этому относиться небеспечно? Естественно, перегрев очень опасен. И он опасен тем, что родители и дети его уже начинают замечать и проявлять какие-то признаки уже острого недомогания тогда, когда уже не то, чтобы помочь невозможно, но уже трудно помочь. Вот, поэтому легче эти состояния, когда ребенок перегревается, легче, конечно, предупредить. То есть это банальный головной убор. Если головного убора нет, ну по каким-либо причинам, по-разному, да, родитель должен обязательно следить за ребенком, чтобы он чередовал нахождение на солнце, нахождение ребенка в воде, то есть в более прохладном каком-то месте или в тени. Вот. И если же все-таки получилось так, что ребенок перегрелся, и это идет у нас тепловое поражение, важно здесь опять-таки наладить водообмен. То есть поить прохладной водой достаточно дробно, как мы с вами говорили об этом, дробное питье. А как все-таки определить, что он перегрелся? Тоже признаки. Признаки теплового удара чаще всего это вялость, несмотря на то, что как бы вот ребенок был, был, бегал, бегал, все было хорошо, но тут он у нас начинает оседать, останется вялый, может быть, неадекватно отвечать на вопросы, да, вот, спутанность сознания, но это уже крайние такие признаки проявления теплового удара, поэтому лучше все-таки повнимательнее следить за детьми. А вот чередование от очень жарко до погружения в холодную воду, опять-таки говорим о Волге, Волга у нас, как правило, холодная. Есть ли вот в этом опасность какая-то? Естественно, когда вы, взрослый человек, заходите в Волгу, да, в любой водоем, который гораздо холоднее, чем поверхность, обычно взрослые люди как бы спонтанно быстро не погружаются, хотя некоторые любят нырнуть. Но взрослый человек, да, взрослый человек, он может адекватно оценивать свое состояние. Дети чаще всего все-таки, детям надо говорить о том, что сразу и быстро в воду заходить не стоит, то есть лучше все-таки сначала зайти по щиколотку, потом по колени, потом омыть водой прохладной руки, да, животик, и только потом погрузиться, окунуться. То есть мы опять-таки говорим о каких-то банальных правилах, о правилах, которые должны все знать, об этом все должны говорить. Маргарита, вы как добросовестная мама наверняка, собираясь на такой отдых, собираете лекарства. Да. Можете вы сказать, не конкретно, не по названиям препаратов, а что из лекарств вы берете с собой, что непременно в вашей аптечке, путешественнике? Ну, очень много пластырей, очень много того же вот, да, хлоргексидина, не могу его не назвать, потому что это прелесть для ран, для всего, что... Помазал, попил, в общем, все время на здоровье. Просто помазал, и все нормально, да. Потом, что от комаров, допустим, противокомаренные укусы. Ну, репелленты, да. Ну, и еще, если все-таки укусили, если очень чешется, чем помазать. Опять же, тот же самый антигистаминный, типа супрастинтовигил, вот как мы сейчас говорили. От ожогов, естественно, потому что всякое бывает. Мало ли, там, в костер кто попадет. Так. Ну, естественно, конечно же, бинты на всякий случай. А если вдруг эластичные бинты, нужны очень, потому что вывихи тоже случаются. А кишечные, чтобы пить же, да. Ну, наверное, оксивирный уголь. Ну, вот все, буквально все то, что дома есть у всех. А давайте спросим специалистов теперь, насколько грамотная вот мама у нас. Ну, у нас с вами очень хорошая, грамотная мама нам попалась, нам повезло. Вот. Практически все было названо. Единственное, что вот можно было бы добавить, или еще раз там, допустим, повториться, что в первую очередь ребенку, собирая аптечку в дорогу, дорожная аптечка-путешественника, она должна с собой что содержать? Жаропонижающие средства, обезболивающие средства, спазмолитические средства. Они зачастую в препараты, некоторые препараты совмещают все эти три компонента. Дальше. Обязательные средства, которые у нас являются адсорбирующими, которые у нас как при всех отравлениях, так и при нарушениях стула используются. Обязательные средства противоаллергические, обязательные средства антисептики, практически все, что говорила, и средства, которые позволяли бы нам иммобилизировать. Ну, бинты. И большая медицинская энциклопедия. И обязательно узнать, где располагается ближайшее медицинское учреждение. Вот это на самом деле очень важно. Я бы хотела, чтобы мы еще несколько советов успели все-таки для тех, кто отправляется далеко, куда-то на отдых к морю или куда-то еще. И чаще всего это перелет. Нужно ли как-то специально готовить ребенка к перелету? Ну, дети зачастую, дети очень хорошо переносят перелеты. Если уже говорить о том, что и ребенок едет, может быть, не совсем здоровый, так тоже бывает, да, или какие-то в состоянии выздоровления. Мы рекомендуем для того, чтобы убрать вот этот дискомфорт заложенности ушей при взлете и посадке, рекомендуем родителям перед взлетом и перед посадкой закапывать любые сосудосуживающие капельки в нос. И дробное питье, что позволяет наладить давление между наружным и внутренним ухом. То есть в самолюте лучше все-таки побольше пить, да? Да, пить специальные конфетки, которые позволяют сглатывать слюну. В начале программы я говорила о том, что лето ждешь и думаешь, что болеть ребенок не будет, поскольку вроде бы лето, иммунитет и так далее. Вот по поводу иммунитета. Хорошее ли это и правильное ли время начинать иммунитет этот готовить к зиме, закаливать ребенка летом? Что бы вы порекомендовали поделать именно в летний период для укрепления здоровья? Лето – это замечательный период. Если вы решаете когда-то начать закаливание, конечно, лето – это то время года, когда этим нужно заниматься. Банальные какие-то, может быть, на первый взгляд процедуры – это воздушные ванны для маленьких детей, ходьба по дорожкам каменистым, неровным поверхностям для более старших детей, да? Водные процедуры, нахождение на открытом воздухе для подростков – это все является закаливанием. Но если мы уже говорим целенаправленно, то летом очень хорошо применять так называемые контрастные души, что тоже является очень хорошей закаливающей процедурой. И очень хорошим эффектом обладает море. Поэтому я всех призываю летом выезжать на море. А что вы порекомендовали бы конкретно Маргарите, ребенок 12-летний, и вот живут люди на острове, что они еще могут поделать? – Все, что дарит нам природа, если все ее дары воспринимать в умеренном количестве, в адекватном, вот, все будет способствовать развитию иммунитета. Пожалуйста, купается, загорать в определенное, опять-таки, время, утром и ближе к вечеру, не находиться под прямыми лучами солнца, употреблять в пищу ягоды, фрукты… – Свежевымыты. – Да, свежевымыты. – Не собранные в лесу. – Не собранные в лесу. Ну, если уж вы не знаете эти незнакомые, скажем так, ягоды. – Ну, и можно тоже дорожку выложить из камней, по ней ходить ежедневно. – Закопать ребенка в песок, когда лучше? Вот после того, как он переохладился? – Интересный вариант. – Это же закаливающая процедура? – Это больше согревающая, она не закаливающая. – Не закаливающая? – Нет, не закаливающая. И дети любят друг друга закапывать в песок, да, но тут тоже нужно смотреть, как и когда они это все-таки делают, потому что, с одной стороны, вы засыпаете уже разгоряченного ребенка, ребенка засыпаете еще горячим. – Холодно высыпаешь. – А, то есть, когда они вышли из воды, да. Ну, в принципе, можно. Главное, этим не увлекаться и не оставлять надолго ребенка. – Хорошо. – Маргарита, я надеюсь, вы запомнили все советы, которые сегодня нам дала доктор наш. Ну, что ж, вам удачного отдыха без болезней, без всяких проблем. Спасибо большое, Инна Лиревна. – Спасибо. – Ну, и нашим зрителям также желаем, чтобы лето прошло спокойно, приятно. Специалисты отмечают, что в летнее время родители маленьких детей становятся беспечнее. Заботьтесь о ребенке, и вы убережете его от многих болезней. И не пугайтесь, если ваш малыш будет иногда простужаться, но бывает и такое, да. Нечастые заболевания только развивают детский иммунитет, делая его сильнее. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова